Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Балуем в Животике. Сегодня мы с Вами приготовим очень вкусную соленую семгу. Наверное, не найдется ни одного человека, который не любит соленую красную рыбку. Это очень полезный и вкусный продукт. А еще вкуснее и полезнее, когда мы готовим его дома. Поэтому давайте приготовим. Я хочу поделиться с Вами очень простым, но тем не менее вкусным рецептом соления красной рыбы. Подойдет как для семги, форели и другой красной рыбы по Вашему желанию. Итак, для приготовления нам понадобится... Собственно, красная рыба. У меня одна килограммовая тушка семги. Я ее разделаю и затем буду солить. Также нам понадобится лимончик, лавровый лист, душистый перец, пару горошков. Гвоздика приблизительно 8-10 штучек на килограмм красной рыбы. Соль и сахар. Итак, рыбку я предварительно почистила, помыла и просушила бумажными полотенцами. Если Вы берете уже готовое филе, пропускайте смело этот шаг и сразу занимайтесь солением. Итак, я подготавливаю рыбку. Обрезаю все плавники. Отрезаю голову, хвост. То есть мне необходимо разделать тушку на филе. И аккуратненько делаем вот такой вот надрез вдоль спинки. Прорезаем вот так до конца по хребту. То есть нам нужно получить 2 филе. И вот остался мой хребет. Теперь аккуратненько вырезаем хребет и косточки с рыбки. Получилось у меня 2 таких филе красной рыбы. Хребет, который еще с мясом. И голова и хвост. С этих продуктов можно приготовить вкусную уху, что я и сделаю потом в дальнейшем. А эту рыбку мы будем засаливать. Берем контейнер, в котором будем солить рыбку. И для удобства я разрезаю рыбку на 4 части. Кладем рыбку вот так вот в контейнер. И взбрызгиваю рыбку буквально чуть-чуть лимонным соком. Вот половинки лимона нам должно хватить на вот эту всю рыбу. Затем я солю рыбку. Приблизительно вот сейчас мне необходимо 2-1,5 столовой чайной ложки соли. В зависимости от того, насколько солено вы любите рыбку. Распределяем по рыбке. И затем приблизительно чайную ложку сахара. Берем лавровый лист. Ломаем его и посыпаем на рыбку. Кладем гвоздику и душистый перец. Затем вот эту рыбку я также поливаю немного лимонным соком. Вот буквально чуть-чуть. Присаливаем буквально вот чуть-чуть. Потому что мы ее положим рыбка к рыбке. И соли будет достаточно. Вот приблизительно чайную ложку даже меньше соли на 2 рыбки. И чуть-чуть сахара. И теперь кладем это все друг к другу. Вот в принципе и все. Вот посмотрите, как это должно выглядеть. Соль регулируйте сами. Насколько соленую рыбу вы любите. Если любите малосольную, соли кладите меньше. Теперь накрываем рыбку крышечкой. И вот в таком виде отправляем в холодильник. Хотя бы на ночь. Но желательно, чтобы сутки такая рыбка постояла в холодильнике. Что я и сделаю. На следующий день будем пробовать нарезать рыбку. И будем пробовать ее на вкус. Итак, моя рыбка стояла всю ночь в холодильнике. Мариновалась. Я вижу, что в принципе она уже готова. Поэтому будем сейчас нарезать и пробовать. Достаю каждый кусочек рыбки. Снимаю вот эту всю ненужную приправку. Лавровый лист. Чтобы нам было удобно ее кушать. И нарезаем рыбку. Вот такая вот аппетитная получилась у нас соленая семка. Еще раз напоминаю, что этот рецепт подойдет абсолютно для любой красной рыбы. Обязательно попробуйте приготовить рыбу таким способом. Это очень вкусно, очень просто. Гораздо вкуснее магазины. Я рыбку сразу режу на порционные кусочки. И храню ее в холодильнике в контейнере с небольшим количеством рассола. И буквально капелькой растительного масла. Вот и все. Я желаю вам приятного аппетита. Попробуйте, приготовьте, порадуйте своих гостей, близких и конечно же себя. Ведь это очень вкусно и полезно. Я желаю вам приятного аппетита, всего хорошего и до скорых встреч!